На встрече ребята открыли для себя новые исторические факты, связанные с историей казачества. Тема обсуждения – казачьи регалии. Изначально ими считались символы царской власти, скипетры, корона. Но на кубанской почве оно приобрело более широкое толкование. Все, что дарили цари и императоры казачеству, все, что несло на себе знак монаршей милости, стали называть регалиями. А словосочетание «казачьи регалии» стало восприниматься как символ воинской казачьей доблести. В состав кубанских регалий были включены знамена, наградные трубы и серебряные ретавры, булавы, насеки, бунчуки, перначи. Многие термины ребята услышали впервые. Впрочем, интерес к этой теме у ребят самый неподдельный. Оно невозможно интересно, оно и так интересно. Во-первых, мне стало известно, что такое знамя, ради чего они сражались, какие у них были обычаи, какие традиции, как они обучались, в каком возрасте шли на службу. Ну, 20 лет – это хоть и немалый срок, но все же спустя это время можно стать настоящим человеком и не только. Как, если не история, поможет молодому подрастающему поколению гордиться и знать свою родину, своих героев, следовать их примерам. Как раз на примере того, что можно увидеть, можно даже соприкоснуться лично со всеми этими регалиями, съездив в Краснодар, в музей. Регалии же никогда просто так не давались. И они давались всегда за что-то, за победу, за мужество, за славу. Работа с молодым поколением на этом не завершается. Сейчас сотрудники готовятся к мероприятиям, посвященным Дню Народного Единства, которые наша страна будет праздновать 4 ноября. На будущих встречах ребята узнают об исторических событиях, связанных с деятельностью казаков на Кубане, а также познакомятся с биографией тех, кто сыграл значимую роль в становлении кубанского казачества. Продолжение следует...